Следующий наш соперник это Эснелек. Это существо, которое будет играть колоду или щепок. Это трехцветная колода, да, так и есть. Белая, красная и зеленая. Она состоит из щепок разного диаметра и калибра. Против нее нужно тоже очень быстро расти. В противном случае щепки за борьбой. Мы поднимаем две земли. И у нас много карт. Три карты, которые на две. И одна дорога изгнания. Нормально. Оставляем эту руку. Неплохой набор. Опять же, нам есть кого растить. Что само по себе и неплохо. Начинает с белых карт. Нету белых щепок. Возможно, проблема с землей. И у нас выходит Страж Души. Это просто отличная карта. За каждое сыгранное на стол существо Страж Души приносит нам одну жизнь. Это очень хорошо. Мы сразу ее сыгрываем. Получаем плюс один к заступнику. Отправляем его в атаку, естественно. Ну и побеждаем пока. Пока впереди. Это очень хорошо. Главное, чтобы у нас не было очень больших проблем с землей. Хотелось бы ее получить у соперника. Пока проблемы с землей есть. И у нас земля выходит. Это прекрасно. Начнем с неуправляемой толпы, пожалуй. Чтобы раньше времени не делать наши заклинания дороже. Потому что если мы положим талию, нам придется платить больше. Идем в атаку. Одной карты. Вот этой карты не рискуем. Мало ли что. У соперника остается 15. Само по себе неплохо. Нам нужна еще одна земля. Очень-очень. На сопернику тоже нужна еще одна земля. Снова белая. Полагаю, это мало ей поможет. Ага. Зеркальное нечто переверк. Существа под вашим контролем. Станутся XX. И типа... Ага. И получается, типа, существа до конца хода. Удивительная вещь. Я ее, кстати, в колоде не видел. И... Ну, у меня есть эта колода. И... В базовой колоде ее нету. Поэтому мы выводим охотника за духами. Сразу же. Раз уж он попался к нам в руку. И... Убираем ее с доски. Прекрасно. Будет пока лежать здесь. Тем временем мы прилично растолстели. И... Растолстел наш герой. Наша голова. Атакуем. На пять. У соперника остается два хода. За которые нужно что-то придумать. Пока придумывается дорога изгнания. И... Понятно, что будет изгнано за землю. Это очень хорошо. Мы подтверждаем землю. У нас четыре... Зеркальное нечто снова. Снова на столе. Еще парочка бесцветных щепок добавляется. Очень хорошо. Все прекрасно. Все прекрасно сделано. Зеркальное нечто мы снова убираем. В этот раз дорога изгнания. Приходится это делать. Добавляем неуправляемую толпу. Хотя уже, наверное, талию бы надо было бы положить. Хуже бы от этого не было. Ну, идем в атаку. Двумя картами. В надежде разменяться на обе эти... ...красивые картинки. Точнее, одну уничтожить, одну разменяться и... ...добавить плюсик. Прекрасно. Сопернику опять нужно что-то фантазировать. Что-то делать. Ага. И у него просто выходит хищная щепка, которая дает всем щепкам плюс один. Прекрасно. Играем еще одну землю. Откладываем, пожалуй, командира Золотой Ночи сначала. Тем самым увеличивая... ...нашего заступника. Заступника блокируют, но на два мы все равно пробиваем. Щепка вынуждена отступать. И следующим ходом будет талия страж... ...требейна, да. К сожалению. Заступник. Ой, я не положил землю, как неудачно получилось, а. Вот это все чудовищный интерфейс. Атаки нету у соперника, это очень хорошо. То, что я землю не положил, это крайне плохо. Мы выкладываем наставника коротких. Мы выкладываем стража. Утолчаемся еще больше. И мы атакуем всеми и должны побеждать в этой игре. Немножечко рискованная атака, но тем не менее победа. Прекрасно идем дальше.